МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За сутки в Сирии зафиксировано всего четыре нарушения. Позиции правительственных войск подверглись обстрелам в провинциях Латакия и Хомса. В крупнейшем городе Арабской республики Алеппо заметно активизировались боевики Джабхат Ан-Нусры. Крупировки, запрещенные в России и также в других странах. После проведения воздушной разведки и определения точных координат целей самолеты российских ВКС нанесли удары по террористам, сорвав попытку их наступления. Центр по примирению враждующих сторон продолжает оказывать помощь в доставке гуманитарного груза. Сирийский военно-транспортный самолет сбросил четыре российских парашютных платформы с 30 тоннами продуктов в городе Резор, пока он еще осажден экстремистами исламского государства. Парламент Франции принял законопроект, направленный на борьбу с проституцией. Дебаты длились два с половиной года. Таким образом, вот уже пятая страна Евросоюза ввела строгие санкции в отношении клиентов жрец любви. В стране вводится полный запрет на покупку сексуальных услуг. Нарушители будут платить полторы тысячи евро или три с половиной в случае повторного нарушения закона. Женщинам легкого поведения, согласным прекратить свою деятельность, будут предлагать социальное сопровождение, а иностранки могут подать документы на легальное проживание во Франции. При этом штрафы за соблазнение проститутками клиентов отменены. Благотворительные христианские ассоциации, выступающие против проституции, приветствовали принятие нового закона, проститутки не будут больше считаться преступницами, и теперь подвергшие насилию они смогут обратиться с жалобой в полицию, чего ранее делать опасались. Беженцев в Австралии приобщают к серфингу. Люди попросили убежища из Ирана и стали участниками специальной программы адаптации. Мы знаем, что всем нравится плавать в океане и заниматься серфингом. У этого занятие двойная польза. Оно помогает им стать увереннее, обрести какие-то навыки, а также узнать больше о том, как быть австралийцем. Эти люди не понаслышке, знают, что такое открытое море. Большинство из них ранее покинули родные страны и отправились в опасное путешествие на переполненных лодках в поисках лучшей жизни. В воду их спускают не сразу. Сначала подробный инструктаж и практика на песке. Мы обнаружили, что как только мы предоставляем людям возможность заняться этим видом спорта, все их страхи в отношении воды просто исчезают. Они начинают сами говорить, давайте пойдем на пляж, мы хотим заниматься серфингом. Когда я плыл в лодке в Австралию, у меня началась морская болезнь. Все 28 часов пути мне приходилось опускать голову. Если я ее поднимал, меня начинало тошнить. Воспоминания у меня остались очень плохие. Но я добрался до Австралии. Теперь это моя родная страна. Исследования показывают, что занятия водными видами спорта помогают успокоиться и очистить сознание. Эту своеобразную терапию уже применяют в лечении душевных травм участников боевых действий и людей, подвергшихся насилию. Семейная пара инвалидов просит денег за оплату стоянки яхты. Для них она не прихоть, а возможность жить полноценно. Александр и Лидия Даниловы обратились в социальные сети с просьбой о помощи. Им нужны деньги, чтобы заплатить за стоянку своей яхты, пришвартованной в Черногории. Они инвалиды. Однако вдвоем обошли все моря Европы. Яхта для них не прихоть, а возможность жить полноценно. Старенькое судно за чисто символические деньги продал им один англичанин. Долго ремонтировали, долго сомневались, смогут ли они, два инвалида, справиться с яхтой и морем. Правда, когда в сильный шторм попали, очень переживали. Я очень испугался. Я так лежала и молилась. Мы не ели ни пили сутки. Это было страшно. Как он выдерживал меня? Он сидел, рулем, реакцию управлял. Сначала как-то немножко зажимался. А когда вот сейчас вот с Пальмы до Майорки пришли, и всю Средиземку прошли, всю Адриатику прошли, я вообще думаю, вообще и себя стало уважать, и меня все стали уважать. И поэтому мы следком, когда куда ни приходим, все на нас смотрят и говорят, ну какие вам молодцы. Яхта с романтическим названием «Счастливые моменты». Пришвартована в Черногории. Стоянка стоит 2,5 тысячи евро в год. Раньше заработанных денег хватало, но по нынешнему курсу накопить не получилось. Растаможить и перегнать в Россию еще дороже, а продавать в моменты счастья жалко. В социальные сети Лида обратилась к людям. Многие ее осудили за это. Даниловы верят, что кто-то откликнется и поможет им снова поднять паруса. Россия и Австрия договорились о сотрудничестве в сфере энергетики. Президент Владимир Путин встретился с федеральным президентом Австрии Хайнсом Фишером. Они обсудили вопрос возможных торговых отношений между государствами. Также лидеры двух стран обсудили проблематику безопасности в Европе. По словам Владимира Путина, переговоры с австрийским коллегой были откровенными и конструктивными. Так стороны договорились активизировать работу комиссии по торговому сотрудничеству. Дмитрий Медведев пообещал дополнительную поддержку семьям с детьми. Россия за последние десятилетия смогла остановить сокращение населения. Сейчас растет рождаемость. Во многом этому поспособствовали меры, принимаемые правительством, включая материальский капитал, выплаты за третьего ребенка, решение вопроса с местами в детских садах. Такая динамика, подчеркнул премьер, должна быть продолжена. Чтобы сохранить тенденцию, динамику рождаемости, необходимо принимать и дополнительные решения. Прежде всего речь идет о том, чтобы снижать смертность за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, занятий физкультурой и спортом, создание безопасных условий на производстве, отказа от вредных привычек, ну и ряда других мер. Планируется и дальше поддерживать молодые и многодетные семьи, стимулировать рождение вторых и последующих детей. В том числе будут разработаны дополнительные механизмы, которые позволят многодетным семьям приобретать жилье по льготному ипотечному кредитованию, сделают для них ипотеку более доступной. Планируется и дальше поддерживать молодые и многодетные семьи, стимулировать рождение вторых и последующих детей. В том числе будут разработаны дополнительные механизмы, которые позволят многодетным семьям приобретать жилье по льготному ипотечному кредитованию, сделают для них ипотеку более доступной. Во Владимирской области правозащитник нарушил правила, чтобы найти семью больной девочки. Свои два годика девочка Жасмин уже знает главное слово «мама». Правда, до сих пор ждет ту, которая смогла бы так называть ее и обнять. В доме ребенка, где девочка живет уже больше года, лишь вздыхают чудесную малышку с печальными глазами. Давно бы забрали домой, если бы не тяжелый диагноз. Мы доброжелательные очень, добродушные, мы не любим истерик, мы у нас все спокойные по характеру, мы очень любим воображать, очень любим новенькие платьишки, бантики. Жасмин такая кокетливая очень девочка. Были попытки, ни одной семьи как бы знакомились с ней, но когда речь доходила до обследования, диагноз подтверждался, и как бы люди разводили руками. Историю малышки решился написать на своей странице в социальной сети. Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области, он выложил фотографию девочки, но самое главное, честно и прямо написал ее диагноз, который так пугал возможных мам и пап. Мы жестко написали, именно жестко заболевание СПИД. Мы сделали не случайно, мы знали о том, что огромное количество людей звонят, но когда узнают, что у ребенка данный диагноз, уходит в сторону. Поэтому нам нужно было найти потенциальных родителей, для которых не важен диагноз, которым важен ребенок. Откровенный пост в социальной сети буквально взорвал интернет. Одни уверены, что уполномоченный по правам ребенка все сделал правильно, а другие обвинили его в том, что он нарушил закон, разгласив диагноз ребенка. Однако главной цели уполномоченный добился буквально через несколько часов после публикации у дочери. Девочку захотели сразу две семьи. НАСА опубликовала таймлапс видео Земли. Внизу видны огни больших городов, а также вспышки молний. НАСА характеризует Международную космическую станцию как микрогравитационную лабораторию. Обычно в ней одновременно находятся шесть космонавтов. Она движется со скоростью почти 8 км в секунду и огибает нашу планету каждые 90 минут. Стоит отметить, что на днях НАСА сделала еще одну не менее захватывающую публикацию. Общественности предоставили снимок частично освещенного Сатурна. Фотографию сделала орбитальная станция с расстояния 1 миллион 900 тысяч километров. Станция находится на орбите планеты с 2004 года. Колючие снаружи, добрые внутри. Японцы выстраиваются в очередь, чтобы погладить ежиков. В Токио появилось тематическое кафе, где любой желающий может пообщаться с этими животными. И хоть в природе ежики в Японии не распространены, у них оказалось не меньше почитателей, чем у кошек, которые пользуются в стране бешеной популярностью. Сейчас в заведении около 30 питомцев разных видов, но владельцы кафе говорят, уже пора расширяться. Желающих поиграть с ежиками так много, заведение едва справляется с наплывом клиентов. Субтитры создавал DimaTorzok